Итак, мы в Риме, ноябрь, 20 градусов тепла, после награждения премии Бальцан 2016 года профессоров Байтани, Капаса и Ян. И мы разговариваем с Федерикой Росси, профессором Мархи и Макс Планг Института во Флоренции. Что вас связывает с премией Бальцан, прежде всего? Премия Бальзан – это прекрасная история, по крайней мере для меня, потому что премия Бальзан имеет определенные свойства. Человек, который получает Бальзан, это обычный человек, который уже себя показал, это человек довольно уже, скажем так, зрелого возраста, который должен по определению отдать половину премий юным поколениям ученым. И когда в 2011 году Джеймс Аккерман получил... 2011? А, хорошо. И так получилось, что в 2001 году Джеймс Аккерман из Harvard University получает Бальзан прайс. И в свою очередь он решает, что необходимо это дать юным, ученым в области истории архитектуры. И он учредил уже Джеймс Аккерман прайс. И я как раз лауреат уже Джеймс Аккерман прайс. Это была русская тема для меня. Это было изучение творчества Николая Львова, русский архитектор эпохи Екатерины II. И как раз это была первая книга, первая монография о русском архитекторе, которая была напечатана на Западе. Это было начало моей научной карьеры, научной истории. И я, конечно, очень благодарна Бальзану за этот такой первый шаг. Понятно. То есть вообще Бальзан стал действительно вашим трамплином, который вынес вас на, ну не знаю, на мировую известность еще нет, но действительно на уровень хорошего ученого, который знают в Италии, в России, в других странах. Ну раз, да, я хочу только сказать, что действительно это единственная премия в мире, которая половина дается молодым ученым, и кажется, она так решили как раз в 2001 году. То есть вы как де-факто стали первым лауреатом этого дела. Потом вы говорили про Екатерину II. Мы находимся в Академии де Личе, то есть можно перевести как Академия наук Италии. И я думаю, что как раз с этим связанным как раз мы напротив Вивы Форнизина. Да, там, конечно, лоджи Рафаэлло, Рафаэлло Сансио. И если это связать с Россией, то, конечно, первое, что приходит в голову, это идея, затея Екатерины, которая захотела копию этих фресков. И как раз в Эрмитаже мы можем смотреть лоджи Рафаэля. Это была ее идея, которая воплотилась. А копия в Эрмитаже, она не лучшая оригинала здесь? Я вот первый раз увидел. Ну, мне понравилось и там, и там, но, конечно, оригинал. Оригинал это всегда остается оригиналом. Что вас связывает с Россией? Может, расскажите о каких интересных проектах ваших? Вот если о последнем проекте, то это был проект от Джованни Баттиста Пиранези, итальянский гравюр 18 века, который очень любила, кстати, Екатерина II. Она говорила, ой, как жаль, что у меня в Пиранези всего лишь 15 томов. И об этом была выставка, которая только что закрылась в Пушинском музее. Я один из кураторов этой выставки. Со мной работал и Семен Михайловский из Академии художеств Санкт-Петербурга, и из Пушинского музея, Марина Майская и Юлия Миренкова. Это был для меня интересный проект, и я с удовольствием... Да, это и очень успешный проект, действительно, очень много людей посмотрело. А что ожидает Россию с вашим участием в скором будущем? Это Санкт-Петербургский форум, культурный, это вот уже скоро, с 1 по 3. Там у нас будет... Декабря. Да, декабря. Там у нас будет День Италии на секции хранения культурного наследия, потому что мы всегда вспоминаем нашу историю, когда в Италии, вот как раз в Риме, где мы сейчас находимся, была идея, что нужно сохранять наследие с помощью законов. И эта история так продолжается. В Италии, как вы знаете, довольно строгий закон об охране памятников. И об этом мы хотим рассказать в Петербурге, на форуме, чтобы это был такой диалог, русско-итальянский диалог, да и европейский тоже, о вопросах охраны памятников. Ну, это замечательно. Это как будто вы продолжаете традицию Петербургского экономического форума, когда в июне этого года как раз был, как бы Италия была привилегированным гостем, была Каза Италия, и приезжал премьер-министр Ренции, и все, так сказать, обнимались, целовались и клялись вечной дружбой между странами. И в политике, в общем-то, не знаю, не совсем это так, но в культуре, я думаю, это действительно и связи, и дружба, они остаются, несмотря ни на санкции, несмотря на политическую ситуацию. Ну, если вот, а теперь, вот те инициативы, которые были сейчас, могу вспомнить, что только что Дарья Франческин, наш министр культуры, был в Эрмитаже на открытии выставки Больдини, наш итальянский художник 19 века. Была итальянская осень в Москве, это и Рафаэль, и Ла Скала, и Пирамези, и будет вот такой итальянский день, так что я очень рада, что такая дружба между этими странами, которые мне так близки. Спасибо, Федерико Росси, профессор из Филоренции и из Мархи.